Встречайте новинку от самого русского бренда Великорос – коллекцию премиальных кожаных аксессуаров. Бумажники и кардхолдеры – надежное место хранения для ваших денег и банковских карт, выполненное с огромной любовью к русским традициям. Милые сердцу орнаменты, нанесенные методом горячего тиснения, будут радовать вас каждый день, а жизнеутверждающий лозунг заставит одобрительно улыбнуться даже нашего главного великороса Владимира Путина – рубль молодец, доллару конец. Ну и, конечно же, паспорт русского человека тоже должен быть одет с душой. Элегантная обложка с оттиском могучей медвежьей лапы и надписью «Великорос» не только сохранит ваш главный документ и другие необходимые бумажки, но и расскажет всему миру о вашей искренней любви к родине. Достойным атрибутом станет и удобная практичная ключница. Ключи от вашего дома хранятся в ней бережно и безопасно, не звеня и не повреждая других предметов в кармане или сумке. Изделия выполнены из высококачественной буйволиной кожи «Краст» и «Крейзи». Издавна Русь славилась искусственными кожных дел мастерами, пришло время возродить родные обычаи. Специально для подписчиков канала «РашаПост» Великорос дает промокод на большую скидку. Увидеть вы его можете в описании, а также там мы оставили ссылку на магазин. Обязательно переходите и заказывайте вещи от настоящего русского бренда Великорос. Одна из самых странных для нас надежд момента – это какая-то инфантильная надежда на то, что Европа одумается и повернется к миру. Либо сама, либо народные массы сметут свои неадекватные элиты. Причем надежда эта имеет кучу прочтений и измерений. Вот пусть сами сдохнут без газа, ха-ха-ха, да хорошо бы они вспомнили о своем настоящем интересе. Это все непонимание нескольких простых вещей, помноженное на веру. Многие наши граждане почему-то думают, что мы-то здесь понятно, как подкручиваем свои выборы, но там-то демократия, власть народа типа. Работа во власти в Европе – это корпоративизм прежде всего. Широко известно, что высшие руководители часто дети крупных политиков. Шарль Мишель, Калас, Вандерляйн, Трюдо – это только навскидку наследственные руководители. Но за хедлайнерами на самом деле бездны. Больше половины биографий – сын-дочь, депутата мэра, министра главы аппарата комиссара по тому и сему. Оставшиеся в основном дети – представители гуманитарной и предпринимательской элиты. Типа Магерини, дочери режиссера, или Миццолы, дочери одного из самых известных мальтийских офшорных бухгалтеров. Кстати, Миццола любит в своих интервью подчеркивать, какая она вся не из политической семьи и self-made. То есть то, что у тебя батя не из начальства политического, для политика становится опорной точкой позиционирования, буквально диво-дивное и чудо-чудное, для привлечения избирателей. А то, что батя поколением начальников деньги в мальтийский песок зарывал до полной неузнаваемости, так это совсем другое дело. Совершенно ж очевидно, что батины клиенты тебе не помогали и помочь не могли. Талантище себе дорогу пробил сам. Второе. Работать в политике – это не решение взрослого состоявшегося человека. Абстрактного профессионала хоть в чем-то. Это карьерная траектория из детства. Стандарт. До того, как стать самым молодым депутатом, НН возглавлял школьную институтскую организацию. Партии, не какущие умеренные центристы за все хорошее. Итак, наш НН – сын или дочь политика, продвигаемый на скучные для любого нормального человека посты, в унылых официозных молодежках, унылых нейтральных партий. Заканчивай университет. Что с ним происходит потом? Потом он отправляется доучиваться или жить, работать, куда? В родной Засраненбург, где его семья семь поколений держит городской совет? Нет. Едет он в США, где обрастает жизненным опытом и связями. Затем возвращается. Работает, как правило, в консалтинге, либо основывает свою компанию, либо в какой-нибудь международной корпорации, подвизается в HR, юроделе или документообороте. Потом вдруг осознает всю несправедливость мира и решает ее исправить, отправляясь на выборы от папочкиной партии. И вот он уже депутат, а потом министр и снова министр, но по другой теме. А потом и по третий, и наконец становится каким-то ключевым дядькой, теткой в правительстве, с перспективой на Европу. Очень важно, что он не является профессионалом ни в одной области, которой формально управляет. Он политический администратор, которому все равно, по какой теме выступать на фуршетах с проникновенными речами. Сегодня ты в социальной помощи, завтра в гендерном равноправии, послезавтра в климатическом переходе, а потом в медицине, обороне или иностранных делах. Есть ли альтернативные траектории? Безусловно. Если НН ленив, то он может по возвращению из США стать колумнистом каким-нибудь, медийщиком или работать в области культуры, в издательстве или в фонде благотворительном. Или компенсировать отсутствие хорошей семьи может принадлежность к меньшинству, сексуальному, национальному, по здоровью, но это все скорее виньетки. Магистральный путь один. Семья. Ранее, буквально школьное начало политкарьеры. Примат широких административных компетенций над узким профессиональным опытом в связи с и в США. Каждым новым послевоенном поколении количество случайных людей в политическом классе вымывалось. Пока таковых не осталось совсем. Глядя на прыщавого студента среднего европейского вуза, можно заранее сказать, будет ли он даже не крупным, а просто политиком или нет. И если да, то до каких высот он сможет взлететь? Надежда на то, что замороженные массы сметут свое начальство, это сродни призывам самой неадекватной части ковида скептиков захватывать больницы и брать управление здравоохранением в свои руки в 2020 году. Все как бы и недовольны, и дома не хотят сидеть, и на маске обижаются, но следуют рекомендациям. Или попадают в стату неадекватных сторонников теории заговора с соответствующими карьерными перспективами и позиционированием в СМИ. Политическое управление, государственное администрирование в ЕС полностью герметичный, закрытый от влияния снизу процесс, снабженный пятью уровнями защиты от дурака. Поэтому даже в самом малореалистичном, апокалиптическом сценарии, когда в нашем засраненбурге все вымерзнет к свиньям, закроют больницу, как вчера Лаутербах обещал, и всех до одного отправят в неоплачиваемый отпуск, в холодное время граждане дисциплинированно соберутся в тепловых убежищах, в спортзалах школ, проявят там солидарность и истинный засраненбургский дух, о чем нам напишут с умилением СМИ. Возможно, попоют песни даже. Об этом мы узнаем из роликов в соцсетях. Когда потеплеет граждане, мы же об апокалиптичном сценарии, может даже выйдут на площади и путем крайне маловероятных скоординированных действий, их же будут в СМИ травить и в соцсетях банить, но как-то они скоординируются, вынудит правительство Шольца уйти в отставку. И вот будут назначены новые выборы, призванные все изменить. И засраненбуржцы отправят в Бундестаг уже не господина НН, а госпожу Икс Икс, двоюродную сестру НН, как раз вернувшуюся после окончания янг-лидер программ фонда Атлантический мост к знаменитой местной ливерной колбаске. И будет это уже май 2023 года. Друзья, рекомендую вам подписаться на наше сообщество ВКонтакте и Телеграм. Там мы публикуем аналитические статьи, видео, сводки боевых действий и многое другое. Ссылки в описании под видео.